Всегда ситуацию вытягивает свободная частная инициатива. Я сейчас не говорю о развитии, я вот эту тему не поднимаю. Все войны везут в топ. Дефолт – это страшная штука, но в нынешней ситуации я вижу его как относительно маленькую войну. Важно, чтобы регуляторы не мешали самим компаниям и корпорациям принимать решения своих долгах. Вся модернизация экономистическая со времен Российской империи – это 150 лет импорта технологии. И схематоз возник, потому что всегда, когда есть ограничения, возникает схематоз. Мы можем увидеть 15 тысяч рублей за доллар. Военная экономика все-таки она время. Из нее надо выходить, она не может существовать бесконечно. Ну что ж, к 10 марта российская экономика перешла к свободному падению. А еще недавно мы хотели стать пятой крупнейшей экономикой в мире. К чему все идет и как мы будем жить? Попытаемся разобраться. Как вы могли бы описать то, что происходит сейчас в экономике? Что это за перемены? К чему мы движемся? В экономике происходит переход, собственно говоря, на военные рейсы. Знаете, есть такая предсказка историческая. Ей больше 500 лет, на самом деле, хотя чаще всего это приписывается на предлогу понапарту. Вот когда один французский король нанимал коменданера воевания Неванского герцога, он его спросил, что нужно до единой войны. Вот и мадридов три вещи. Деньги, деньги и все раз деньги. Вот вести ограниченную операцию в течение двух недель, наверное, можно в рамках сегодняшнего бюджета. А вот вести компанию, вецоперацию, но на протяжении уже, скажем, года, это должна быть совершенно другая экономика. Другие ресурсы мобилизуют. Понимаете, у нас создана достаточно мощная армия, и на это тратилось год. Вот, ну, если взять просто по официальным данным бюджета, 6% по засекреченным статьям на национальной безопасности. 6% ВВП ежегодно. Ну, на протяжении, скажем, последних, там, 12 лет. А еще-то где-то 70% годового объема ВВП потрачено на то, чтобы создать вот эти благоспособные вооруженные силы. Сейчас они расходуются, ну, по всем параметрам. И вот в течение, ну, можно, там, ну, предположительно, трех месяцев израсходовать, наверное, большую часть, или хотя бы половину всего этого накопления. Значит, надо где-то объем, соответственно, в 35% ВВП мобилизовать для продолжения. Нужно создать еще один федеральный бюджет. Он будет целиком военный. И тратить вот так до победного конца. Вот этот переход либо совершается, либо не совершается в этом экономе. Потому что нужно тогда заканчивать боевые действия в короткие сроки. Пока, вот, такой перспективы не видно. Но, очевидно, все-таки может экономическая нецелесообразность, а вот жесткая необходимость, заставить это сделать. Где-то остановить войска, прекратить огонь и дальше переходить в режим, ну, каких-то договоренностей. Перспектива противостояния будет требовать продолжения, значит, определенных военных расходов внутри нас. Военные будут доказывать, что мы живем в условиях постоянной военной работы. Ну, а вот дальше начинают работать уже факторы санкционности. То есть это, опять же, удар по бюджету за счет снижения поступлений от экспорта. У нас треть, примерно, федерального бюджета, но это доходы от экспорта нефти и газа. Ну, полностью они не выпадут, потому как, опять же, Фермания и остальные европейские страны планируют нефть и газ получать. Дальше они так-то будут договариваться о системе оплаты. Ну и дальше при снижении все равно на экспортной части, увеличение иной структуры расходной части, то есть все больше на районной нужды, даже в условиях сокращения огня. Возникают структурные проблемы с техническими отраслями. Запчасти нужны не только для самолетов, о чем очень много говорится, безусловно, так. Они нужны для всего сканочного парка, существующего в России. Они нужны, так же, как и структурное электронное оборудование, для автомобилей. Ну, в общем-то, всего, чем мы пользуемся жизнью. И вот замещение всего этого парния Китая, каких-то стран пикоокеанского бассейна, будет очень непростой задачей, но просто не всегда даже совместимо. То есть, это вот розетка и дилка, как известный пример. Мне когда-то это рассказывали наши дипломаты. Португалия свергнулся лазами, готова была перейти в социалистический лагерь. Но не было ни одного прибора, который можно было прислать, изготовленного в России, в Советском Союзе, в ГНР и так далее, который можно было подключить к электросети Португалии. Не говоря уже о совместимости других стандартах. Вот эти стандарты надо поддерживать технически. Я, честно говоря, о развитии. Я уже, так сказать, эту тему не поднимаю. Но макроэкономические последствия. Сегодня Центральный банк с ссылкой на экспертов практически признал, что в этот год будет рецессия, но порядка минус 8% ВВВ. Это состоимо с тем, что было в кризисе 2008-2009 годов. Ну и следующее, очевидно, будет либо отскок незначительный. Ну это же отскок от 1, да? То есть все равно должны быть восстановление уровня 21-го года. А нет, плюс там 1,5%. Ну либо дальнейшая рецессия. Как мы можем восстанавливаться структурно разрушенная экономика? Что будет восстанавливаться? Ну ВВВ включает в себя производство всего, включая вложения. Но речь идет не об этом. Восстанавливаться, скорее всего, будут производство продовольствия, усиленный спрос на него. Определенные услуги, безусловно, будут. Пострадают многие отрасли из-за недостатка спроса свободного. Вопрос, а будут ли вообще деньги для этого? Да, деньги будут, потому что всегда можно выпустить внутренние займы. И все войны делись в долг. Но тогда практически эти долги покрывались текущей эмиссией. Вот схема выпуска займов, ну предположим, будет такая. Банки покупают российские займы, а потом не закладывают. По операциям, соответственно, с Центральным банком, где спот из воды вот эти и с ценными бумагами. И, соответственно, Центральный банк наказывает государственный долг в посуде. Это практически эмиссионная операция. Эмиссия денег, это печально. Эмиссия денег, да. Поэтому инфляция 20%, которую, опять же, предсказывают к концу текущего года, она, как минимум, сохранится надолго в этой степени. Она, скорее, будет усиливаться. Но какая-то часть населения будет получать, безусловно, повышенную поддержку социальную, чтобы просто покупать продукты. Ну, а может быть, будут и какие-то карточные сферы. И если, не дай бог, затянется на срок больше трех месяцев. Ну, такая экономика складывается на носе глаза. Военная. Военная, да. Что это означает с точки зрения уровня жизни населения? Ну, это снижение уровня жизни населения по просто реальным доходам. Поскольку инфляция бьет, прежде всего, то и пищу часть населения. Но объединяется и продовольственная коррозина, и услуги, безусловно, для всего населения. Включая услуги, что называется, по науке. Не имею в виду и здравоохранение, и образование. Сегодня, ну, так вот, например, Замаревич оценивает бедность реально. Это где-то в 20% населения страны официально. И вот эти люди будут жить очень тяжело, но будет государство вынуждено и обязано поддерживать даже неспособность. Это часть населения, а остальные будут жить гораздо проще, чем привыкли за последние 20 лет. Голод будет? Нет. Уже хорошо. Во-первых, все-таки, у нас не колхозный строй, вот. Но, понимаете, по сельскому хозяйству, я не такой большой специалист по всей отраслях. Но здесь закупается ведь не только готовая продукция. Закупается, прежде всего, то, из чего выращивается. Там породистый скот, закупается даже водотворенный яичек, чтобы, соответственно, и не то самое курятину выращивать на фермах. Закупается рыбный, опять же, икра водотворенный. Вот, пока не наладится снова поставки очень многого из этого, то, конечно, спад определенных производств и продовольствия произойдет. Но хлеб, крупы, все это способны производить, безусловно. Тем более, что Украина, кстати, если уж на чем она будет ошиваться, так тоже, думаю, на сельском хозяйстве такого чернозема, как вот в Центральной Украине, в районе, где-то, можно еще найти на планете. Знаете, помните, там такая, опять же, известная история, когда на первой парижской всемирной выставке при государе-императоре, еще до тех временах, самой большой сенсацией из России был кубометр чернозема, вырезанный, и вот он стоял и поражал воображение. Возвращаемся в те же времена. Да, в каком-то смысле, с точки зрения структур потребления, по крайней мере, я думаю, что стабилизируемый уровень где-то вот с сегодняшнего дня, это в лучшем случае, ну и с постепенным ослаблением, скажем так, упрощением всего наследия. Машины, ну, наверное, отечественные начнут снова выпускаться, но уже, вот скажем, без каких-то сложных удобств для пользования и так далее. Но дальше надо договариваться, так же и дальше. Военная экономика все-таки она временем, знаете, из нее надо выходить, она не может существовать бесконечно. Вот после Гражданской войны был НЭП. Вот выход из Великой Отечественной войны, вообще-то вот так дальше. Не зря люди сказали, что распустят колхозы и, значит, соответственно, дадут людям опять же что-то вроде НЭПа. Ну, не бывает. Тем не менее удалось только после кончины Сталина какое-то послабление, да? Сократить армию, выпустить людей из БУЛАГа, дать людям возможность самостоятельно как-то что-то зарабатывать. Какие-то послабления произошли в сельском хозяйстве? Оно тоже ожило, то есть какой-то, быть, его садебный участок. Ну, сейчас это в сельское колесо уже другое, и людей в деревне нет. Сейчас другие меры, конечно, потребуются. Ну, прежде всего так, типа, да, освободить людей и дать им возможность самим как-то приспособиться к этому. Гаражная экономика такая будет расцветаться, размножаться. Коперативное движение снова. Ну, оно же не умирало в своем таком первобытном виде, да? Да, вот, когда совсем недавно только стали пытаться обложить налоги все эти, предложили схему индивидуальных предпринимателей, которые могут купить патенты. А до этого они же тоже существовали, индивидуальные предприниматели, без патентов. У нас там в трудоспособном возрасте 20 с лишним миллионов людей не были официально негде заняты. Кто-то даже думал, что они просто сидят без работы и ничего не делают. На самом деле они работают, только они не платили налогов и проводили все сделки, вернее, вот своей операцией, продавали свой труд в чаще всего, да, просто за наличие. Вот так вот люди выживают, как это было в 90-е. Где даже будет лежать трудовая, как сказать? А где-то даже будет работа там на этой должности. А далее каждый как может быть выживать. До сих пор в последние годы у нас как бы сложился такой государственно-монополистический капитализм и должен вот каким-то образом теперь сопротивляться санкциям. Но это возможно? Он может им сопротивляться? Ну, с переменным успехом, с большими потерями, видимо, сможет. До сих пор пока и пульмотный механизм, а до сих пор пока есть возможность гражданам проявлять предпринимательскую инициативу, хоть весьма и весьма как бы в непростых условиях, каким-то образом экономика будет выживать. В том смысле, что она остановится на каком-то низком уровне, который, конечно, уже будет ниже, чем сегодня, существенно. Но если, как бы, такой НЭП, новый НЭП не будет объявлен в России, по-прежнему будут приниматься законы, как, например, один из последних сейчас проектов, это если в автомобиле есть трещина на стекле петровом, то его надо забрать или поставить на ремонт и так далее. Вот если все эти законы будут дальше приниматься, то еще хуже будет ситуация. То есть я считаю, что это что-то похожее на 17-й год, когда была такая российская рыночная экономика, потом произошла эволюция большевширистская, которая посеяла определенный хаос, но Ленин вовремя принял решение о введении НЭП. То есть когда частная инициатива стала работать на полной мощности, надо сказать, что экономика достаточно быстро стала стабилизироваться. Я не хочу сказать, что сегодняшняя ситуация – это то, что было в 18-м году, и политически, и еще как-то, но что похоже, что всегда ситуацию вытягивает свободная частная инициатива. Если мы попытаемся делать плановую экономику сейчас, командовать, чем нужно делать сверху, то не выкидется ничего. Но вы ожидаете, что отпустят частную инициативу в бизнесе сейчас? Ну вот мне кажется, что пока я этого не ожидаю, вот такие попытки вроде есть, но пока власти хотят идти как бы по клише, которое использовалось в форме пандемии. То есть кризис, значит, надо что-то там заплатить детям, надо субсидировать кредиты, нужно ввести налоговые каникулы. Ну то есть вот все, что там было, пытаются повторить, но надо хорошо понимать, что ситуация не идентична. Мы все хорошо знали, что пандемия приходит и уходит. Более того, острый период всегда занимает какое-то очень граничное время. А такой кризис, какой сегодняшний, когда там международные торговые связи прерываются, движение капиталов практически заперто уже в России, это кризис совершенно другого характера, он требует совершенно других мер. И я вижу как бы меры только, которые бы раскрепостили предпринимательскую инициативу. Вы помните, 92-й год, когда произошел тоже шок, страшный шок, распад Советского Союза, прекращение деятельности плановой экономики, свободные цены. Кто спасал потребление в России? Ну, кроме внешней помощи. Там, может, и Буша и так далее. Челночники, которые взяли руки-сумки и стали возить через границу. И, слава богу, там правительство не приставало к ним. Возите, ребята, возите. Ну, опять же, не хочу сказать, что это не такая же ситуация, но шок есть. И этот шок, прежде всего, с ним справляются всегда небольшие предприимчивые компании малого и среднего бизнеса. И, в частности, люди, которые тоже... Ну, ИП, да, как их можно назвать. А крупные компании, они не поворотливы. Прежде всего, они пойдут государству с протянутой рукой, скажут, что помогите, у нас тут проблемы. Вот, и это, конечно, не принесет большого вылета для экономики. Ну, то есть, теперь ИП-шники спасут Россию. Ну, это как бы так, как мозг. Они будут спасать себя. Спасая себя, они будут спасать экономику. Но я еще раз говорю, что это немножко утрированно. Кроме ИП, есть малые предприятия. Это же просто форма собственности. Вот форма бизнеса, ведения бизнеса. И там есть средние предприятия, достаточно гибкие. Там с оборотом от 1 до 10 миллиардов рублей. Да, они как бы могут... Они первые адаптируются к сложнейшим условиям, которые сейчас возникнут. И схематоз возникнут. Потому что всегда, когда есть ограничения, возникает схематоз. Ну, черный рынок доллара мы уже видим. Ну да, его внешней торговли. Ой, Иран, это же хороший пример. Там тоже был шок, когда были введены жесточайшие санкции из заморозка резервов Центрального банка иранского. Все было очень плохо. А потом иранская экономика, как-то вот люди как-то стали жить. Маленькие предприятия, небольшие предприятия. Там хитрые схемы, когда там доллары передаются в Германии. Иранская валюта передается из друг друга. Внутри страны как бы зеркальных. То есть тут придумывать можно много. А зато иран пошел. Как вы оцениваете влияние того, что сейчас происходит в экономике на будущий, будущий уровень жизни населения? Он, очевидно, упадет. Но вопрос, насколько. Это будет совсем бедная страна, с которым население там не будет хватать на еду? Или что-то сохранится все-таки, какое-то национальное богатство? Хватает или не хватает на еду, зависит от двух парадоков. Первое. Это вообще сколько экономика производит. А второе, это как распределяются средства, доходы от производства, грубо говоря. Если экономика будет оставаться рыночной, то производство, конечно, продовольствие в первую очередь будет. И я бы сказал так, в количестве, которое, в общем-то, достаточно прокормит страну. И ключевой вопрос будет распределение. То есть можно породить такой, как бы, малый голод даже, если распределение будет по-прежнему или начнет работать в таком, как бы, канале через... Где у нас происходит распределение? Это бюджет. Если бюджет будет, там, 70% доходов, ну, я так, в Ветеринском союзе направляю на вооружение, а 30% на все остальное, то просто у бюджета не будет средств для того, чтобы обеспечить минимальное социальное равенство и обеспечить доходами те семьи, которые нуждаются. То есть вот этот перекос, он очень опасен. В Советском союзе это решалось очень просто, там просто-напросто вместо продукта был дефицит и было распределение. А распределение было порно. Поэтому, как бы, понемножку всем хватало. Хотя за колбасой все в Москве ездили, со всей страны. Но такой механизм при рыночных ценах, он не работает. То есть либо БЭФ, то есть СССР, либо какие-то новые механизмы распределения. И, естественно, придется отказаться ради социальной стабильности, отказаться от вот этих высоких военных расходов, которые были. И очень многие сейчас обсуждают вот эту тему, что будет ли хватать продовольствия. То есть такое ощущение, что экономисты боятся голода, но боятся про это сказать. Есть такое? Я считаю, что продовольствия в России должно хватать, потому что все-таки только 20% импорта продовольствия сейчас составляет в общем объем. Сельское хозяйство в России есть. Да, оно зависит несколько от импортных компонентов. И говорили, что урожайность очень многих культов зависит от ввоза определенных семян и так далее. То есть если вот и это отсечь, вот деньги на это будут. Ну, экспорт все-таки какой-то будет, это можно будет. Но если это все-таки отсечь, то продуктивность сельского хозяйства снизится. Но, тем не менее, оно будет работать. Вот правительство принимает некоторые меры по стабилизации экономики. Выглядят они, как попытка детским пластырем полечить перелом позвоночника. Вы как их оцениваете? Есть там хоть что-то, что может помочь? Ну, в определенном смысле, да, это помогает. Можно с чем-то спорить, чем-то не спорить. Но если вот говорить о финансах, то отключение, скажем, биржевых торгов акций вполне правильное решение. Перевод валютных торгов в такой режим, когда вся валюта и выручка поступает на рынок и продолжается в некой торги. Мне кажется, это временное решение, потому что вот сейчас наши предприятия будут сталкиваться с проблемой того, что стали называть дефолтом. То есть от черепы и отдержек по внешней задолженности. Можно говорить о форс-мажоре. Сейчас мы говорим о приятных, приятных задолженностях. А можно, конечно, говорить о том, что не они виноваты, мы бы хотели и рады руководить. Но если есть запрет на переводы центрального банка, такой полный запрет надо, мне кажется, отменять и выводить разрешение по абсолютному уровню вот этой лидерской задолженности. И искать пути перевода этих денег, ну пусть через другие банки, что называются российские, не крупные, не государственные оплату. Это задолженность. Потому что в дальнейшем иначе это все повиснет на долгие годы, как взаимные претензии, которые непонятно как выше. Причем эти суммы не так велики для наших крупных, по крайней мере, предпринятий. Лучше дать им расплатиться. Частично эта задолженность уже переросла, так сказать, задолженность самим себе. Потому что эти, так сказать, их облигации искупались во многом и российскими, и, жалей, и остальными. Поэтому, в принципе, да, эти деньги все равно останутся российскими, так сказать, инвесторами, либо они повиснут на задавных счетах, либо, да, внутри российских банков, но они будут подвижны. Во всяком случае, не надо без принципа вставать в кузы и расплачивать. Это вот первое, что можно сделать, чтобы не было того самого пресловутого дефолта. А второе, сделано, мне кажется, уже разумно. Силуанов заявил, что рублями-то мы готовы по облигациям всегда за планирую. Ну, вот опять же, это форс-мажор. Надо садиться, договариваться, содержать они разницы. Не суда, так облигаться. Если иностранцы хотят получать под них, да, вот рублями, пожалуйста, на ваши счета в России. А если вы почитаете доллар, ну, наверное, тоже заворудимые счета в России, того, чего будущего расплачены. Смотрите, а есть ли смысл в этом разговоре? Ну, вот что произойдет, если Россия объявит сейчас дефолт? Нам никто не даст долг? Нам и так никто не даст долг. Ну, это поискать, как геря, на будущие разговоры о тех самых долгах и взаимодействии. Понимаете, пришлось очень долго развязывать, поцелуясь, за должность Советского Союза перед иными справами. А большинство долгов, ну, скажем так, развивающихся мира, или третьего мира, или как мы их называем, там, частично они были, социалистическая ориентация, это все неважно. Важно, что вот эти пятнейшие страны были должны Советскому Союзу огромные деньги. Пришлось их списать, полученные, вроде, только частично возвраты, по очень небольшому числу стран, вот поэтому можно, конечно, сейчас отложить все это и сказать, нам все равно. Ну, дефолт нам ничего дороже не добавит в ситуации, ну, просто зачем создавать нам в будущем еще большие проблемы? Мне кажется, это не целесообразно. Но какого-то ухудшения стремительного это не принесет, да, если это будет дефолт. Уже хуже, так сказать, не сделать. Но я думаю, что рано или поздно придется переходить от такого, ну, несколько искусственного, но все-таки формального еще курса рубля к доллару, рыночно формулированного, да, вот эти 120 рублей за то, как фиксации курса в каком-то коридоре, ну, уже чисто административно. И все сделки по нему будут, должны осуществляться через систему центрального банка или уполномоченный банк. Все это будет четко отстроено. Вот. Ну, вот если санкции на крупнейшие банки останутся, то уполномоченный надо будет делать банк, скажем, второго ряда. Про банковскую систему, кстати, интересно. После дефолта 1998 года банковская система рухнула. Сейчас она пока еще стоит, но, тем не менее, есть уже такое мнение, что вот сейчас депозиты в банках лучше бы не держать, причем никакие. Как вы думаете, банковская система устоит, как она, может, она трансформируется в какую-то? Б банковская система устояла уже, да, не рухнула. Она, конечно, совершенно другого качества, чем то, что было 30 лет назад или 20 лет назад. Ну, во время дефолта там были бюджетные, прежде всего, проблемы, да, допустим, вероятность налоги вовсе. И вот выпуск ДТО. В общем, надо было, конечно, не форсировать. В 100 банках так было не форсировать. Но банковская система в тот момент не отвечала минимальным стандартам качества. То есть были нарисованы бухгалтерские отчеты, не было реально капитала, резервов. Все это было на бумаге и не выдержало вот этого удара. Ну, а большинство банкиров, к тому же, не государственных, предпочло в тот момент объявить о банкротстве, чтобы не нести никаких, вроде как, обязательств перед штуальчиком прижойств. Мне тогда и совет директоров по Центральному банку преднали решение, что за, так сказать, своими деньгами люди должны будут обратиться в Сбербанк, даже писаться. Это не значило, что там оказались их деньги, откуда-то переведен. Нет, это были биты, имитируемые. То есть это была чистая вода и эмиссия во въеме вклада. И они просто получили рублями то, что им причиталось вместо валюты и вместо рублей. Вот эти эти рубли. Ну, на фоне инфляции эти рубли были обесценены. Но тогда Центральный банк, Центральный банк, сыграли родительство по страхованию вкладов. Такое форс-мажорное мероприятие было проведено. Сейчас этого ничего не произойдет. В банке будут пополняться, так сказать, получать деньги за счет Центрального банка. Это не приведет к массовому вопросу банку. Поэтому вклады рублевые, во всяком случае, снимать никакого смысла, мне кажется, нет. Вопрос в том, чтобы не перекладываться туда, где обещают какие-то запредельно высокие проценты. Не попасться на удочку уже долго. Скажем так, слегка мошенникам. Во-первых, как вы думаете, случится ли дефолт России? И если случится, то какое воздействие он может оказать? Как человеку, который профессионально занимался управлением долгом, я могу сказать, что дефолт – это страшная штука. Но в нынешней ситуации я вижу его как относительно маленькую боль. Потому что что обычно происходит после дефолта? Ну, отсекаются финансовые связи. Вы не сможете поднять новые деньги. Об этом, как я понимаю, в любом случае нет. Вы ожидаете ареста счетов, считая как арестов. И так далее и тому подобное. Более того, долг настолько мал на сегодняшний момент, что его значение на мировом рынке приближается к нулю. Никаких угроз. Этот дефолт для индекситоров, рынка аналогичных заемщиков или кого-то еще, его легко купировать за счет даже тех ресурсов, которые рисуют. Просто контаксальная позиция министерств финансов или того, кто стоит за этими заявлениями, что вот здесь у нас мы делаем, что хотим, что считаем нужным и целесообразным, а вот тут давайте по праву поступать. Есть английское право, есть законы. Вот давайте вы, пожалуйста, ведите себя как в этих законах и в наших документах прописано. А мы так будем делать, что хотим. Вот такая симметрия, она, ГУС, меня потрясает. Не должно такого быть. Вы либо с чем-то другим занимаетесь, либо надеваете белые воротнички, смокинг и идете с кем-то с правительными людьми разговаривать. Что-то одно так делать. И то и другое делать нельзя. Нельзя там переразить и они вне дубины и платить по долгам. В этом смысле парадокс известный в нынешней ситуации присутствует. То есть логично было бы как раз отказаться платить по долгам? Абсолютно логично, да. Такое абсолютно большевистское выпиливание из общего пространства. Но, собственно, логично так через год, к 2018 году они решили по долгам не платить. И это было понятно, потому что мы отдыхнули крах старого мира со своих ног. Здесь примерно то же самое. И с моей точки зрения, в системе ценностей людей, которые принимают решение, дефолт – это такая тоже маленькая проблема, что обращать к нему внимание совершенно не стоит. Как вы думаете, дефолт России может еще больше усугубить ситуацию? Или теперь это уже незначимое явление? Что все настолько плохо, что дефолт уже на этом фоне? Суверенный дефолт, да, он ничего не усугубит. А вот важно, чтобы не было, и чтобы правительство не мешало, и регуляторы не мешали самим компаниям и корпорациям принимать решения по их долгам, конечно. Чтобы их не заставляли идти в дефолт. Потому что мы уже понимаем, что есть компании, которые могут избежать дефолта реального экономического даже в этой сложной ситуации. Ну, например, там, не знаю, Норильский МИК, а также Роснефть. Просто можно продолжить ряд. Эти компании имеют возможность обслуживать свои внешние обязательства, не нарушая их. И это важно, потому что если эти компании и заставят сделать дефолт, то они потеряют клиентскую базу свою. Ну, как бы для экономики это, извините, это удар в поддых. Поэтому мне кажется, что здравый смысл должен восторжествовать. Ровно как и в попытках ограничить экспорт товаров, которые, как бы, в России приносят валютную выручку. Пытаются все эти решения принимать, но мы там тоже, как бы, вас накажем, не будем вам что-то поставлять. Надо быть очень аккуратным, потому что экспортная выручка сейчас – это очень важно для страны. Она важна для поддержания курса валюты, экономики? Она важна для того, чтобы поддерживался платежный баланс, курс национальной валюты, и, стало быть, хоть какой-то импорт, который нужен, действительно, для работы предприятий, поступал в страны. Я уж не говорю про потребительский. Как Вы думаете, может ли Центральный банк начать эмиссию денежную? Может. В рамках, конечно, закона. То есть, Центральный банк может, например, покупать ценные бумаги или правительство, или реповать их. Это практически некая форма эмиссии. Какова вероятность этого события? На мой взгляд, сейчас нет. Но в ближайшем будущем такая вероятность будет расти. Она будет расти. Потому что, если ничего не изменится, бюджет будет терять доходы налоговые. Ну и, соответственно, не сможет привлекать дополнительный долг через выпуск облигаций федерального займа. А на рынке уже обращаются облигации федерального займа. Их надо гасить. Ну, у них все есть сроки. Они подходят. Надо обслуживать, гасить. Стоимость таких операций только по обслуживанию полтора триллиона в год. А погашение еще надо добавить. И если бюджет не будет с этим справляться, ну прям совсем, то я думаю, что будут предложения, чтобы Центральный банк на вторичном рынке, и первичном, конечно, эти облигации выкупал. Это событие может привести к еще большей девальвации рубля? Ну, это скорее ведет к инфляции. Все-таки курс рубля зависит от состояния платежного баланса, в первую очередь, а не инфляции. Все взаимосвязано, но как бы платежный баланс – это первичный. Если есть приток валюты в страну, каким-то образом, через торговые операции, через операции по услугам, то рубль как бы держится, и там при профиците может укрепляться. Если нет, то он будет слабеть. Мы можем увидеть 15 тысяч рублей за доллар? Есть такое мнение? Ну, 15 тысяч – это нереально для России. 15 тысяч – это значит гиперинфляция. Я бы просто… Такой курс – это сильнейшая гиперинфляция, то есть рост цен в течение года на сотни тысяч процентов. Что, кстати, когда-то один раз было в России. А в этом случае, да, конечно, девальвация будет 15 тысяч за доллар. Но я считаю, что для России это нереальный вариант. Ну, просто как бы это не произойдет. Произойдет что-то другое. У вас есть какой-нибудь прогноз по девальвации национальной валюты? Мы говорили с вами в самом начале про эмиссию. Ну, собственно, это же главный фактор по большому счету. Доллар масштаб миссии и масштаб цен, которые сложатся, будет определять, собственно говоря, сколько рублей за доллар будет установлено. Если перейдут к вот такой фиксации доллара, безрыночных вот этих операций, как бы, в Атрии, но с коридори, то все равно придется двигаться по этому коридору, ослабляя, ну, в процентах, связанных как с эмиссией, и с вентиляцией. Процессом может, как показали те же 90-е годы, быть достаточно длительным, не взрывным, а постепенным. Я не дерусь называть каких-то конкретных прогнозных цифр, но, в принципе, это можно делать бесконечно. Если на ней слишком много накопится, а ситуация к этому времени стабилизируется, и вот уже начнется какая-то более-менее понятный порядок экономической жизни, включая внешнеэкономические связи, то через несколько лет можно провести ту же самую интеллигенацию, отбросить накопленные нули, и более красивые цифры появятся, более спокойные, понятные для всех. Ну, к сожалению, это почти неизбежно, да. Я думаю, что вот такой процесс, вот эта часть нормализации, которая, я надеюсь, через где-то года три удастся, так сказать, получится. Если там какая-то нормализация отношений произойдет, из-за этого это признание результатов, то дальше можно и с экономикой договариваться постепенно. То есть, в ходе перехода от вагетных отец до экономики, чего в другом. Как вы думаете, меры, предлагаемые правительством, где звучит слово национализация, будут ли эффективны для борьбы вот с тем, что происходит с оттоком иностранных компаний? Ну да, тут нужно аккуратно действовать. Во-первых, целый ряд компаний, которые покидают российский рынок, они предлагают, что они будут продолжать платить за актуальную стоимость. Ну, то есть, ничего не работает, но люди деньги получают. Есть компании, наверное, я вот сейчас, к сожалению, нет достаточной информации, которые покидают Россию, как бы все бросить. Ну, то есть, и людей, и там, может, активы какие-то, там, основные фонды, которые были. То в этом случае, действительно, с этим надо что-то делать, и первый шаг со стороны людьми государства, он разумный, надо взять это под управление. Другое дело, что эффект этого управления, он будет крайне низкий, потому что вы взяли это под управление. В чем мотивация в этом управлении? Она чисто бюрократическая, на самом деле. То есть, никакой веб на этом управлении ничего не заработает, потому что это не Макдоненс, условно, да, и ТФС. Это может продолжаться некоторое время, но все равно впоследствии нужно передать эти активы в руки заинтересованного собственника. И, видимо, так оно и будет происходить. Но хорошо, чтобы это происходило достаточно на справедливом конкурсе, что ли, я не знаю, чтобы это попало в сутки людей, которые действительно умело эти будут управлять. Новая приватизация? Ну да, это как бы получается такая небольшая национализация, потому что все-таки, ну, мы согласимся, что доля вот этих иностранных компаний, которые уходят в общем объеме российских производственных активов, а не производственных, она не так велика. Вот. Тогда получается, да, что это сначала будет такое как бы внешнее управление, а потом приватизация. Это лучший вариант, наверное, вот этого. Те компании, которые хотят продолжать содержать свои активы, но не работая здесь и выплачивая зарплату, нам пока не надо трогать. Потому что у них там есть какая-то идея, что они вернутся. Можно же хорошо понимать, не надо обижаться на эти компании. Вот я сейчас хочу сказать. Они не виноваты. Они попали в ситуацию, когда их потребители по всему миру грозят им тем, что их продукты не будут покупать, если они не будут из России. Ну пусть, может они разберутся и вернутся. Это ж нам плюс. Не надо на них обижаться. Мне кажется, что и сейчас уже в общем об этом надо думать, о будущем. И то, что вот правительство объявило, что речь идет не о национализации иностранных, вложенных сюда, и средств, главная самой технологической базы, тот же монтональдс, тем более те, это не деньги, это прежде всего логистика, это магазины, это вот налаженные процессы. Предложить этим людям именно, хотите уходить, давайте передавайте мирно, временной администрации, но ваши права собственности нарушаться тогда не будут. Поуправляем так может, а вот когда надумаете вернуться, будем с вами видеть основные переговоры, на каких это все условиях, кто кому чего должен. Я думаю, что вот такой целесообразно провести сейчас уже курс на такое мирное скорее расставание с надеждой на то, что в будущем снова будем взаимодействовать. Это надо иметь в виду, потому что ну никуда не денется Россия из мирового хозяйства окончательно, превратить ее на долгие годы в страну из боя типа Ирана, и Северной Кореи. Ну эта задача, конечно, теоретически, наверное, разрешима, но по-моему практически не удастся. Почему вы так думаете? Прежде всего у нас нет той идеи, ради которой это целесообразно делать. Вторая – это масштаб. крупнейшая сторона вируса по территории. Третья – это все-таки образованное население, несмотря на то, что вызывает большие сомнения после антиваксерной, такой мощной программы сопротивления. Но, тем не менее, образование дает свои плоды, и люди вряд ли согласятся на такое существование, как в Северной Корее. Понимаете, вот у нас идея того, что мы все-таки идем каким-то своим собственным путем, существует в истории России очень давно, но это никогда не закрывало стремление черпать на Западе и идеи, и технологии, и военные навыки. Это еще до бедра, да, задолго началось все. То есть это делалось давно, и все равно это будет делаться. Вся модернизация социалистическая со времен Российской империи, и даже социалистическая времен Советского Союза, или там индустриализации, это 150 лет импорта технологий в разной форме. За счет конструкторского бюро Альберта Кана, 500 с лишним предприятий, спроектированных в тридцатые годы и построенный за счет вывода в основном американских и частично немецкого оборудования по территории Советского Союза. Автомобильные заводы, тракторные в Америке просто демонтировали, везли в Советский Союз, собирали подводы. По чертежам американских инженеров под и полководцами. Ну и рядом строились, опять же, тракторными цеха танковые. Опять же, не без участия западных специалистов. После войны это в какой-то степени репарации, которые были получены тоже заводы из Германии. Ну и вот, знаете, как положительный пример, я сегодня услышал о кубке станков с числовым программным управлением в Японии, которые позволили строить нам бесшумные подводные лодки. Ну вот, если мы хотим строить относительно современную экономику, аккуратно или поздно, в течение дня, варианты робототехники и компьютерной покупать придется. Да, возможно, это будет в форме авансовой предоплаты, чуть ли не на сто процентов. Ну а в дальнейшем какой-то, я думаю, это более дальней перспективе, видимо, снова вариант проба, так сказать, применять иностранных инвесторов и решить ряд проблем таким образом, взаимному, так сказать, выявить. То есть, возвращение к полноценному международному объекту. Когда это будет? Лет через сто? Я не думаю, что это будут такие драматические сроки, но, безусловно, по тому, как развиваются события, это вам будет десятилетий одного-двух, может быть, трех, но не текущего года, понимаете. Мы можем рассчитывать на смягчение санкций при выполнении взаимных каких-то обязательств. Пока ни о чем подобного речи не делали. Нынешней конфигурации никак, говорилось, не будет. Больше всего пугает нелогичность. Вы представьте себе обычного западного политика, которого подставили перед вот таким сейчас выбором. у него надо идти на войну и с его многочисленными моральными, психологическими, материальными и прочими издержками, либо он делает то, что он сейчас делает, из тех, которые гораздо заменьшены. Вот остановить то, что он сейчас делает, надеюсь, что в будущем ситуация не повторит, совершенно невозможно, потому что он видит абсолютно иррационально с его точки зрения поведение. Когда контрагент ведет себя иррационально, его лучше оградить каким-то забором, а пусть он за этим забором бесится. Я думаю, что примерно такая психология сейчас у них и доминировать, что пусть переместится, а там дальше будут смотреть. Пусть приходят, будут разговаривать, это будет разговор не с позиции такой вот, равных сторон, это будет разговор совершенно на других основаниях. будут требования, эти требования будут весьма жесткими, и я, честно говоря, не вижу сохранения нижней конфигурации скольких людей. Ну, все равно должна быть какая-то экономика, должны восстановиться какие-то производства, я не знаю, что-то занять место ушедших. вот этот процесс какое время может занимать? Вот он будет занимать процессы путем строительства, путем брушей, знаете, как вот балорийская цивилизация, потом из ее камней начали складывать и долгие века складывали что-то другое. Получалось хуже, меня и красиво, но тоже возможность была из этих камушек что-то складывать. сегодня я думаю, что наступит примерно такая же ситуация, будут из этих камней пытаться сложить что-то еще более грошечное, кримитивное и даже бесперспективное. Ну да, будет гуманитарно получить это с вами. Как вы думаете, как долго продлится текущий кризис? Я понимаю, что сейчас очень сложно что-то прогнозировать, потому что многое зависит от геополитики, а не от экономики, но может какой-то у вас есть взгляд на это? Ну, механизм запущен, его остановить довольно трудно, то есть это же не какой-то рыночный механизм допущен, административный. То есть отвертеть назад довольно трудно, то есть это должен быть достаточно такой серьезный длительный политический процесс, который начнет как бы разворачивать ситуацию, ну, хотя бы не в той, какой была, но хотя бы ситуация, когда Россия может экспортировать свои товары и будут грузить или импортировать товары, будут грузить. А смягчение политической ситуации может снять вот эти ограничения, в первую очередь, не санкции, которые наложены официально, а вот эти вот, так сказать, общественные, или даже не знаю, как это теперь назвать. моральные. Артисты моральные, которые там действуют таким образом, что грузчики не грузят российскую нефть, ну, с танкеров, или там отказываются грузить российские трейлеры, которые везут в Россию, и водители, как я считал, сами начинают грузить этот товар. То есть, вот эти вот процессы, они могут быть сняты политическим смягчением. Все остальное это требует, понимаете, жизнь хитрее, чем все наши попытки спрогнозировать ситуацию, но некие исторические знания, они нам позволяют делать заключение, что санкции, принятые на высоком политическом уровне, всегда меняется очень сложный долг. Иран тому хороший пример. Значит, поэтому можно сделать заключение, что это займет много времени. А такие, как бы, вот ограничения моральные, что ли, да, когда там компании выходят из России, потому что там не нравится здесь вести бизнес, а потому что они понимают, что потребители в других странах просто откроются от их товаров. Вот это политическое смягчение может это достаточно быстро исправить. Какой ваш прогноз? Дайте нам немножко оптимизма. Когда жизнь-то наладится? Ну, я там от таких прогнозов знаю. Потому что что значит наладится жизнь? Ну, более-менее стабилизируется, как-то дна достигнем, начнем понимать на каком мы свете, нащупаем какую-то опору. Ну, но там мы, конечно, нащупаем. Я подумал, ваш вопрос, так сказать, подсклонный, что мы вернемся к тому, что было до 22 февраля. А я думаю, что это будет лет через 30, если честно, у меня такой прогноз. Да, это будет очень скоро, я с вами соглашусь. Но одно мы, безусловно, достигнем, когда, ну, в принципе, должен остановиться санкционный поток. Нужно, чтобы все остановилось, затем, чтобы улеглась будет, будет очень серьезно. Да, конечно, много будет, с которого, в общем, экономика начнет даже потихонечку выкарактериваться. Если правительство, если я еще раз говорю, если все-таки будет сделана опора на частную инициативу, а не на госрегулирование, не искать там царапины на стекла, да бросить, плюнуть на это. Потому что, извините, скоро машин других в России не будет. Ну, кроме китайских, наверное, да? То есть, нужно это хорошо понимать. Ребята, вы не там ищите. Дайте свободу, дайте попытаться людям каким-то образом адаптироваться к новому условию. Дайте свободу.